Чтобы подключить электронный замок к телефону, первое, что нам необходимо, это зайти в Play Market или Apple Store, найти программу, которая называется Utopic Smart Lock. У нас она уже установлена. Нажимаем «Открыть», запрашивает язык, ставим русский, подтверждаем. Далее пароль, тот пароль, который будет нужен только для входа программы. В дальнейшем мы его отключим. Обращаю внимание, что в некоторых телефонах мы, когда будем здесь заполнять, он, вот я нажал сейчас единичку, но он ничего не прописан. На самом деле он пишет, когда мы нажмем Enter, здесь появится символ. Еще раз ставлю единичку, окей, подтверждаем и подтвердить. Далее он будет запрашивать разрешение на Bluetooth, на геопозицию, везде ставим разрешить, окей. И если будет спрашивать «Разрешить всегда» или «Единожды», пишем «Разрешить всегда». Разрешить, разрешить. Далее заходим в шестеренку в правом левом углу и здесь настройку пароля «Включить пароль». Отменяем его, подтвердить, чтобы он нам лишний раз не мешался. Дальше как подключить сам замок. Мы на замке зажимаем две кнопки и ждем, пока не прозвучит один длинный сигнал и один короткий. Далее заходим в плюсик и здесь отображаются замки, которые рядом с нами. Если у вас здесь пусто или нет, ну если пусто, то просто тянем за экран вниз и он обновляется. Я выбираю первый, потому что здесь максимальное значение сети, значит это он ближайший. Здесь вводим название, это может быть дом, задвижка, как хотите, так и называется на русском, на английском, без разницы. Галочку. Подключение. Все, замок начинает определяться. Все, определился, проверяем на открытие-закрытие. Нажимаем, допустим, «Открыть», он закрывается. То есть вот мы нажимаем на «Закрыть» и он наоборот открывается. Значит у нас настроено неправильное направление открытия. Мы заходим в шестеренку, еще раз в шестеренку внизу и ставим галочку «Изменить направление открытия». Все, здесь после этого проверяем. «Открыть», «Открывает», «Закрыть», «Закрывает». Следующее, что нам нужно сделать, это настроить количество оборотов. Важный момент, потому что у некоторых есть задвижки на 90 градусов, у кого-то 180, у кого-то 170. Чтобы он не ломался, нужно это обязательно процедуру сделать. Нажимаем и ждем. Он сейчас туда-обратно откроет, закроет. Ждем, это порядка 20-30 секунд. Так, он должен в открытом положении остаться, поэтому делаем лучше вот так. Открываем сначала его и после этого нажимаем «Настроить количество оборотов». Вот он сейчас открылся сначала. Все, проверяем. Следующее, что рекомендуется сделать, прям очень рекомендуется, это в дополнительных функциях нажать мощность замка на низкую. Таким образом он меньше будет травмировать сам этот механизм замок и себя тоже. После этого он будет срабатывать медленнее. Но это мы сейчас покажем. То есть, когда с телефона, вот мы сейчас отключимся и заново к нему подключимся. Первый раз он сработает медленно, остальные разы уже будет срабатывать на максимальной мощности. Подключаемся и нажимаем «Открыть». Вот он на минимальной мощности сработал. Следующие разы он уже будет опять открывать на максимальной мощности. Теперь, что нам нужно? Добавить нового пользователя. Это мы заходим сначала в настройки в правом верхнем углу, дальше в силуэтик человека и добавить новый контроллер. Нажимаем «плюсик». После того, как замок просигналит, мы должны нажать кнопку на пульте и держать. Проверяем пульт. Когда мы нажимаем на пульт, мы должны нажать кнопку и держать. Открытие. И проверяем закрытие. Также смотрим, что если два раза быстро нажать на кнопки, то он будет уже открываться, закрываться с максимальной мощностью. Раз. И два. Проверяем. Он стал быстрее работать. Через пять секунд, если мы не будем нажимать, он опять будет работать медленно, как в обычном режиме. Это нужно только, если вдруг у вас перекосила дверь, ему трудно открыться, он дает максимальной мощности и открывается. В том числе на последнее открытие, когда он полностью разряжается, он также срабатывает с максимальной мощностью. Заходим в настройки и можем посмотреть дальше. В пользователях смотрим, как называется пульт, ноунейм, второй пользователь. Первый это мастер, это наш телефон, второй ноунейм. Здесь мы можем задать ему имя, допустим, Анна, неважно, на английском, на русском языке подтвердить. И также можно назначить временной доступ. Выбираем по дням недели, то есть в понедельник, допустим, только в среду может пользователя. И также можно поставить временной доступ именно в часы. С 7 до 8 можно, в остальное нельзя. Подтвердить нажимаем. Хотя лучше, ну не суть. Временной доступ здесь я не буду ставить. И еще у нас есть в правом нижнем углу список. Это можно просматривать историю входов и выходов. Кто когда открывал дверь. Значит он и так уже открыт, закрыт. И важный момент это как полностью обнулить замок. Чтобы обнулить замок нам необходимо сделать следующую процедуру. Первый мы открываем порт для зарядки. Нам нужен провод подключенный, USB провод подключенный либо к пауэрбанку, либо к розетке. В следующем этапе нам нужно зажать две кнопки. Подождать второго сигнала. На второй сигнал воткнуть провод USB. И отпустить после этого кнопки. Тогда замок обнулиться. Смотрим. Зажимаем две кнопки. Так, не зажал две кнопки. Еще раз. Проверяем какой стороной. Вот этой вот. На второй сигнал вставляем USB в порт. И только после этого отпускаем кнопки. Слышим два сигнала коротких. И может быть прозвучать один непонятный дополнительный, может его не прозвучать. Все, замок обнулился. После этого мы можем добавить новый телефон как мастер, с которого будут уже дальше добавляться новые контроллеры и все настройки осуществляться.